Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из Вьетнама в город Ни Чан. Как ехали, когда ехали, где уже были, где останавливались, где жили, куда ездили, что видели, что смотрели, смотрите в одном из предыдущих видео. А сегодня у нас пятница, 5 апреля и день с нами в городе Ни Чан. Поехали! Одели водонепроницаемый чехол. Я не знаю, надеюсь, меня будет слышно. Ну, вроде я вчера проверила, в нем все слышно. А сегодня, видишь, волна есть. Утро начинается с водных процедур. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, коляйся, улыбайся, умывайся. Ой, холодная вода. Вот, а ты говоришь, улыбайся, улыбайся. Ну что? Немножко пузико и попу. Ай, 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 ай. Отмочила репутацию. Да. Ты смотри, вот вроде там сегодня волна поломутится у берега. Ну да. А здесь-то море чистое, удивительно. Ну да, довольно. Нас пугали в Камране. Да, что в Ничанге грязная вода. Да, вообще пляжи грязные. Блин, да здесь пляжи чище, чем у Ателя. Где был свой частный пляж. Не, вода очень хорошая. Ай, ай, пузико, пузико, холодно. Ой, ай, ой. Опа, не холодно. Ой, хорошо ты так, Сашенька. Да? Да. Так, сейчас немножко телефон отпущу, окунусь. Ну давайте, окунайтесь. Подожди, ты не моя. Прям раз и все. И... Молчи, молчи. Абракодобра, молчи. Молчи, молчи, деточка. Молчи, молчи. О-о-о-о. Мы поплыли, мы поплыли. Ну вот, сразу русалочка такая красавица. А ты замолчи. Ну что, еще не привыкла, что ли? Нет. О-о-о-о. Высунись по агрессии опять. От моржи учили, да? Ха-ха-ха. Сейчас. О-о-о. Сейчас. Мы же зрителям должны показать, как мы наслаждаемся морюшком. Ха-ха-ха. Ну смотри, даже дети купаются. Глава, я ребенка, я тоже купалась. С посиневшими зубами. Зубами. И губами тоже. Я помню, когда ты маленькая была, тебя из моря вытащить было просто невозможно. У тебя уже... Вечка холодного. Причем у тебя и... Я правильно... Я не ошиблась. И губы, и зубы уже были посиневшие. Ну как тебе, мой сладкий? Ой, ну как тебе сказать? Освежает. Вот я вот так сказала. Ну да. К морю надо привыкнуть. Так, это мы уберем из кадра. Это не наше. Море чистое. Море чистое. Море чистое. Чистое. Это один единственный, кто там, видимо, это... Решил покупаться в сигаретках в зубах. В папиросках в зубах. Ой, дай я морюшку покажу. Морюшка, правда, шикарная. А вон там мы были, Венперл, вчера. Ну да. Кто не видел, посмотрите. Это фантастика. Фантастика. Мы там цели танцевали, на троусельках катались. Это было очень-очень круто. Да, очень круто. Ой, и море крутое. Ну да, мы просто привыкли к теплому морюшку. Красота-то какая. Сашулька, приедем в Москву, будем скучать. Это да. Говорят, давай, снимай бабу в Панаме. А в Панаме здесь только одна баба. Ну да, все в шляпах, а я в Панаме. Нет, здесь вообще никого в головных уборах нет плавающих. В очках есть, в шубе есть, а в Панаме нет. Ну, этой Панаме, кто бы знал, ей уже лет 15. Да. Ее все время хотим выкинуть, потом я ее приезжаю, отстирываю, отбеливаю и опять кладу до следующего года. Да, да, да. Удобно. Да. Эта хбэшка 100% не только сейчас, синтетика что-нибудь. Ой, классная синтетика. Да. Ой, друзья, как же здесь хорошо. Вот мы всегда говорили, вот в этой поездке, и будем говорить, что путешествуйте сами. Так что ли операторы? Вот мы с кем здесь не поговорим, все просто в шоке от того, за какую цену мы сюда приехали и за какую цену сняли данный отель. Это просто невероятно. Ну да, как-то у нас я не знаю, но мы когда выбирали отели, мы смотрели стоимость по всяким агрегаторам, по всяким сервисам и выбирали там, где менее всего, ну цена меньше. Да. Вот. Ну, честно скажем, хотя получается у нас этот отель и по факту через ваучер, который дал туроператор, но у самого туроператора этот отель был дороже. Да. Вот. А мы смогли, получается, такой же ваучер получить на проживание в разы дешевле. Ну вы смотрите, у нас в описании. Все ссылочки, да, мы оставляем такими сервисами. Мы не одним сервисом пользуемся, мы обычно пользуемся сразу всеми сервисами. И на разные даты, на разных сервисах могут быть разные цены. Поэтому что-то конкретно рекомендовать и говорить, вот этот сервис самый лучший, мы не можем. Нет, нет, нет. Мы, у нас очень много сервисов, которыми мы пользуемся, которые мы южим. Они очень часто между собой перекликаются, совпадают. Да, да. Это нет такого, что вот один лучше, второй хуже, этим пользуюсь. Надо смотреть все возможные варианты, всевозможные ссылки, всевозможные сервисы по бронированию и выбирать лучшую цену. Вы обязательно заходите, смотрите, потому что мы всем делимся. Да. Мы какой-то сервис находим, где что-то очень вкусное и интересное. запоминаем и потом оставляем ссылочку под видео. Вышли с пляжа, но перед тем, как зайти в отель, хотим купить воды, наверное, немножко фруктиков и что-то еще, чтобы в номере перекусить, немножко отдохнуть и поедем по магазинам. А еще хотим посмотреть пару участниц, которые находятся в самом городе. Далее, манго. У нас получается, это килограмм манго 35 тысяч. Это получается 30 на 420-500. Ну, 150 рублей получается где-то так. Килограмм манго, вот такого большого, сочного. Нам еще здесь его и почистят. Мы зашли в мини-маркет. Нам нужно закупить бутылочки с водой, желательно 3. И взять пиво. Кстати, понравилось очень сильно вот это вот. Оно прям слабенькое такое, легкое-легкое. А где легче, чем вот это вот. Вот наш обеденный перекус манго на балконе номера с таким видом. Это класс. А главное здесь тенечек и не жарко. Называется не прошло года, мы собрались. А время, по-моему, где-то... А, сейчас час без пяти. Час местного времени. Вот. Мы решили поехать посмотреть достопримечательности самого прикла. Чаши панагаров. Ну, а что делать, правда? Потому что потом у нас вечером ресторан. А вот чаша панагар, какая-то еще пагода. Ну, в общем, посмотрим, что есть. Куда сможем, то доедем. В общем, а вы доедете с нами. Вызвали снова такси. Краб нас спасает. Значит, стоит девяносто девять десять местных. И едем по Нагар-башне. Первая наша остановка. Можешь поехать, конечно, общественный транспорт. По-моему, мы за все время так ни разу не уедем. Как здесь ходят автобусы. Хотя про них я очень много почитала. Они ходят хорошо и говорят, что очень удобно на них добираться. Но мы их так и не видели, да. Хотя они прямо по этой улице должны ходить. В общем, решили, что такси будет удобнее. Доехали. Чаши по Нагар так называемые. Заходим. Ну, это тридцать тысяч человек. Вот такие вот билетики. Два билетика, шестьдесят тысяч дон. Вот так вот идти и проходишь. Здесь довольно-таки прохладно. Я думала, здесь будет жарко. А здесь довольно-таки хорошо. А то мы утеплили ее на всякий случай, чтобы не сгореть. А сгореть здесь нельзя. Ну, здесь просто утеплили. Потому что правильно. А в башню приходить надо? Ну, да. Сейчас. Что удалось узнать про башни? Башни по Нагару были построены еще в семьсот восемь четвертом году по приказу одного из королей. Всего было восемь башен, но до нашего времени сохранилось только четыре. Хотя их прям реставрируют постоянно, за ними ухаживают. Самая высокая башня 28 метров. И она посвящена богине Панагар, которая научила вьетнамцев сельское хозяйство. Вот. В каждую башню можно зайти. И в самую главную башню стоит ее статуя, как почитали. Это богиня. В общем, все посмотрим сейчас с вами. Красиво так. Да. В какой-то степени даже мне. Это как Камбоджа некая. Такая. Там пекло, а здесь прям... Да, здесь хорошо так прохладно. Совсем не чувствуют этого пекла и жары. Заворотами пекло, а здесь прохлада. Я очень боя... Да, я очень бояла, что будет жарко все-таки час дня. Нет. Вполне комфортно. Здесь, конечно, очень красиво. Территория небольшая, но очень зеленая. За ней ухаживают постоянно. Да. Вообще. Эх, как красота. Очень атмосферные фотографии, я думаю, здесь можно сделать. Ну, потом сделаем. Вот степенью, чуть-чуточку мне напомнило Камбоджу. Вот чуть-чуть. Как-нибудь обязательно доедем, да. Поднялись наверх. Храмовый комплекс, как мы и сказали, был сооружен в период с 7 по 12 века. Но по сей день здесь проходят религиозные церемонии, ритуальные обряды, традиционные процессии и другие мероприятия. На первом уровне сохранились колонны, а также алтарь и каменная лестница. Богине матери Панагар посвящена самая северная 28-метровая башня Тхапчинь, построенная в 817 году королем Чамов Хариварнамом I. Перед входом имеется изображение бога Шивы, исполняющего танец в окружении музыкантов. Внутри башни на пьедестале находится главная статуя богини Панагар, выполненная из черного гранита. Если нужно зайти, вот здесь можно взять одежду для того, чтобы зайти вовнутрь. Спасибо. Даже написано, пожалуйста, не вставайте сюда. Центральная башня Тхапнам, высота 12 метров, построена в 7 веке. А вот дальше источники разнятся. Где-то указано, что башня посвящена главному божеству Шиве. А где-то, что в честь богини плодородия Кри Камху. Что говоришь? Вид такой. Ну да, вид очень интересный. Так, ну это северная часть Ничанга. Потому что мы переехали за реку. Ну да, нам дерево напомнило, как дракон. Вот смотри, вот лапы, а вот как будто голова, оброшенный такой здесь. Фантазия у тебя, однако, фантазия. Здесь есть туалеты, кстати, и различные сувенирные. А, есть водичку попить, судя по всему. Не такое ощущение-то. Да. Дринк и вода. Чистая питьевая вода. Только она не работает. Да? Может, от страны? Нет. И сувениры различные можно здесь приобрести. Вот такие. Ой, отсюда тоже красиво. Посмотрим с этой стороны. Надо потом будет, да, внизу спуститься. Пить. Шоу-рум. Как красиво. Угу. Типа музейного какого-то такого. Это то, что было. Как они потом восстанавливали это. Это там, мне кажется, сама богиня Панагар, наверное. Да, костюм, конечно, шикарный. И вон. Мне кажется, либо какие-нибудь, типа, служители могли быть в этих костюмах. Нашла себе друга? Да, слённик. Слённик. Да. Да. Пойдём сейчас туда. Посмотрим, что там. Ой, здесь прям азис какой-то. О, как здесь хорошо. Угу. А это тоже какой-то бог. Человек с головы слона. Хм. У него здесь змея сидит на плече. У него тоже какой-то бог. Человек с головой слона. Только не помню, какой это бог. Четырёх муки. Ну, бог. Да. Только вот бог чего. С другой стороны идём вниз посмотреть. Ну, так здесь погулять можно где. Гулять. А, ну, туда выход. Нам на выход не надо. Туда выход? Да, ну, вон, стрелочка. Выход. Ну, мы потом там выйдем. Нам ещё с другой стороны башенку посмотреть, пофотографироваться. Красивые локации я ещё не все осмотрела. Ой, ой. Я ещё не готова на выход идти. Ступеньку не заметила. Называется. Сморное дерево красивое, раскрыстое. Да, чтобы им было не жарко. Какие-то сувениры, сумочки. Такие, как кошелёчки. А вот смотри, совсем маленькие. Типа, кошелёчка такого. И с другой стороны с обратной. Оставшиеся две башни. Северо-западная башня, башня Тхаптайбак. Построена в десятом веке. Тоже богато украшена. И посвящена две теории. Первая – божество плодородия Кри Камбаху. И вторая – это Шива. И, конечно же, самая маленькая, менее всего украшенная башня – это южная башня. Нью Донгнам. Возведена в честь бога мудрости и благополучия Ганеши. Сидит моя красавица. Даже уходить не хочет. Здесь так ветерком обдувает. А нам надо. А, ну, сейчас чуть-чуть ещё посидим и пойдём. А ещё нам нужно сделать красивые фоточки. Это вон там. Да. И тебя тоже. Ты красотка сегодня такая у меня. А её на береге сидят сколокоченные? Нет, между прочим, нет. Нет. Красивый отсюда вид. Вот. На кораблике. Угу. Как рыбацкие такие вот, кораблики. Мы живём вот в той части. Такой вот интересный спуск, подъём. Прям красивый. И вот здесь, мне кажется, на ступеньках будет очень красивая фотография. Вот так вот если сесть. Так. Выходим. Да. Ой, что-то очень много здесь приехало. Туристов. Вот. Выходим отсюда. А, выход будет чуть левее. Надо будет тут пройти. Вот. Мы отсюда выходим. И теперь хотим доехать до знаменитой Пагаде Лонгшон. В машинке. Когда выходим, получается, стоят ребята, ушлые таксисты. И показывают, давайте типа по системе Крапа, я посмотрю, сколько будет стоить. И вас за эти деньги отвезу. Ну, Кену, давай, конечно. Вон тут же вбили, посмотрели. И он говорит, поедете? Вера, поедем. И поехали. В общем-то, очень тоже удобно. Так тоже можно ездить. Очень хорошая, комфортная, черная машинка. Прям такая. Практически люкс. Кайф. Едем теперь в Пагаде Лонгшон. Ехали в Пагаде Лонгшон. Очень красивые ворота. Режной камень. Да. Там просвеживается главный символ буддизма. Это ландра-кошки. А верхняя часть, это колесо сансары. Называется, если вы достигли нирваны, то вы освобождаетесь от него. Очень красиво. А еще есть очень красивый сад. Вот такой вот резной. Наверху находится статуя белого Будды, которого видна в ничанке с каждой сторон. Но к нему, по-моему, стоили сет семь ступенек. И говорят, что те, кто поднимутся, смогут подняться наверх по всем ступенькам, те очистят свою карму. Так что пойдем сейчас вместе с вами очищать карму. А она фотографирует и снимает все для телеграм-канала. Чтобы наши телеграм-канальные подписчики и зрители путешествовали одновременно с вами, с нами. А вот здесь же Ланя нужно загадывать. Я думаю, что это не бесплатно. Я думаю, что это не бесплатно. Да. Еще всучают. Всучают вообще. Вот иди в желание. Мне говорят, мне сколько стоит. Ничего. Ты говоришь, нет, 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 желание. Иди, иди, желание за бесплатно. Иди, загадай. Всунули. Всунули. Завели. Зажгли их. Давай, вставь, вставь, вставь. Желание. Ну, поставили мы это желание. Зачем нам столько палочка? Они понимают столько желаний. Ну, не знаю, сбудется, не сбудется. А потом говорит, с вас 200 тысяч местных денег. Я говорю, сколько за палочки? 200 тысяч? Благо, у меня в кошельке было, по-моему, 20-30 с небольшим. В общем, у меня больше денег-то нет. В общем, не верьте. Не верьте, не берите, отнекивайтесь. Ругайтесь, говорите, мы не будем ставить никаких желаний, ничего не хотим. В общем, не верьте. Начали подниматься наверх. Будем очищать сейчас свою карму. В храм Шуренка не пустили. Да, меня не пустили. У меня есть даже кофточка для того, чтобы прикрыть плечи. А он просто не захотел ее пустить. Да, принципиально. Сказал, там какой-то чувак сидит на входе. Нет, не зайдешь и все тут. Мне понравилось Ржулине. Да. Ну, что поделать, а была ты Ветти. Ой, а я тем более. Первая часть пути. Здесь, с левой стороны, колокол. Вообще, изначально в нем можно было загадать желание. В него внутрь туда вот заползали и просили монаха прочитать определенную молитву, скажем так. И потом он бил в колокол, тем самым исполняя твое желание. Ты монаху платишь небольшую денежку. Но сейчас здесь все перекрыто и монахов нет. Сказать, что подниматься... А, вон ударный. Сейчас покажу. Вон, видите, ударная штука. Тыньк. В общем, сказать, что подниматься тяжело. Ничего не сказать. Честно скажем, особой ухоженности мы здесь не видим. Да. Как писали. Да. Красиво. А здесь мусор. Запах не очень вкусный. Да. Не ухоженности. Особой нет, к сожалению. Но факт. Который не интересный. И вот, в общем-то, мы дошли. А где-то лежачий-то Будо? Где-то он здесь должен быть. Вот там, наверное. Нет, но этот вот как раз вот самый Будо. А лежачий-то? Нет, где-то он здесь точно должен быть. Может быть, туда пройти. В общем-то, подняться, если бы не было так жарко, было бы гораздо проще. Этот самый белый Будо. С обратной стороны. Ветерочек обдувает. Хорошо. Пытаемся найти лежачего Будо. Не можем понять, где он здесь. Где-то он должен был быть на середине пути. Но мы его найти не можем. Ну да. Интересно. Ну что, пойдем по той дороге? Да. Хотели спуститься или пойдем по лесу спуститься? В общем, честно скажем, нам эта локация не зашла совсем. Ну, ужасное впечатление. Да. Вот, мое мнение. Грязно. Очень. Очень грязно. Неухоженно. И очень много торговцев тебя впихивающих, непонятно что, прям в руки сующих, а потом требующих. Безумное количество денег, знаешь, видишь, что ты как бы белый человек, иностранец, да? И считают, что они тебе скажут 200 тысяч, 500 тысяч. И ты, конечно же, эти деньги заплатишь. Ну, здесь даже не в этом дело, а дело в том, что здесь безумно грязно, неухоженно. Везде написано, что это ухоженный сад, что здесь монахи. Монахи какие-то злые ходят. Вы посмотрите, это же вообще жесть. Грязь. Ой, брррр. Мне помыться после этой локации хочется. Вот честно. Хотя, наверх мы нашли, нашли. Карму свою очистили. Можем снова поругаться. Брррб. Сау-ис. Уigkeit.